Привет, бро! Меня зовут Пози. Сегодня мы вместе с тобой поиграем в кошки-мышки в Бравл Старсе. Правила очень простые. Кошки охотятся за мышами. Первая выбывшая мышь выбывает из игры. Мыши также могут фармить банки для того, чтобы увеличивать свое количество хп. Мыши не могут атаковать кошек. Кошки не могут атаковать кошек. Все логично. Ну а после мыши охотятся за котами. Останется лишь один победитель, который заберет целых 2000 гемов. У нас уже собралась целая команда. И первая карта у нас будет Штольня. Что? Штольня? Что? И в первом раунде я, конечно же, буду играть за мышь. Смотрите-ка, у нас есть целых три кота и четыре мышки. Да, ребятки, мы играем сейчас восьмером. Потому что, как оказалось, достаточно сложно найти подписчика, который имеет у себя на аккаунте Бравлера Мо. Именно поэтому у нас не так много мышей. И не все 10 игроков. Всего лишь 8 игроков. Да, этот ролик действительно будет короткий и очень динамичный. В общем-то, я думаю, что я сейчас должен спрятаться где-то на краю карты. И посмотрите-ка, Беляша вынесли в первой же игре. О-хо-хо, божечки мой, только не Беляш. Такое прекрасное имя. О, ты хочешь на мне нафармить немного ульты себе? Вторую мышь тоже вынесли. Так-так-так, дай-ка я на тебе пару ударов сделаю еще. О, нет, еще одну мышь вынесли. Нет, я случайно убил другого игрока. Ёлки-палки, ну ладно, в любом случае у нас кикается Беляш. Это была самая быстрая игра. Извини, Беляш, мне придется тебя кикнуть. Выгнать. У нас осталось 3 кота и 4 мыши. Да, я думаю, что после этого мы сможем сразу же с вами запустить еще одну мини-игру. Дружище, я свой, если что. Тебе не стоит меня уничтожать. Блин, зачем я банку собрал, ёлки-палки. Ладно, где же у нас спрятались наши котики? Ха-ха, котики-котики. Где вы? Стоп, это кто сейчас выстрелил? Так, это, это другая мышь. Окей, нам нужно проверить абсолютно в каждый кустик. Я думаю, что они также попрятались на других концах карты. Смотрите-ка, здесь кот с набитой ультой. Это что значит? Это значит, что скорее всего он от меня свалит. Давай, я должен попасть по нему. Ай, недостреливаю до туда. Опа, опа, так, попал разок. Все, ему от меня не оторваться. Я нанес ему 2500 урона, и мы вынесли игрока под ником Бравлер. Бравлер у нас выбывает, это первый игрок, выбавший во второй катке. А где же остальные-то спрятались? Я что-то не понял. Что за имбаланс, ребята? Многие напишут сейчас в комментариях. Но опять же, напомню вам, что мышей достаточно сложно было найти среди моих подписчиков. Мне за полчаса удалось найти лишь 5 подписчиков, у которых есть Бравлеры-коты. Тут целых 2! Так, этот невидимый. Ааа, ультую, ультую выношу! Так, я вынес одного кота. Замечательно, прокатился на своей ульте. И я так понял, мы вынесли абсолютно всех котов. Сейчас у нас будет игра на выживание. Кто останется последней мышью? Ха-ха-ха. Ай, больно, если что. Так, 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 я отойду на другой конец карты. Пережду, когда они начнут дамажить друг друга. Нет, я врываюсь, врываюсь! Ха-ха! Забрал первого! Я думаю, что мне удастся остаться последним в этой катке. Летс гоу! Так, еще одного вынес. Ааа, нет, он тоже использовал свой дырокоп. О, нет, я занял второе место. Как не повезло. Извини, Бравлер, мне придется тебя кикнуть. Следующая карта у нас будет убежище. На этой карте будет немного сложнее. Но на этой карте тебе просто нужно выбрать правильный куст, в котором ты засядешь до самого конца игры. И желательно на старте попытаться нафармить себе одну баночку, хотя бы для того, чтобы у меня было побольше хп, чтобы я, если что, вдруг смог свалить от этого кита. Хотя киты вроде как быстрее перемещаются, нежели мышки. Ладно, я буду прятаться здесь. У меня такая маленькая моделька, я все еще не могу привыкнуть к этой модельке мышки. Офигеть! Опа, еще один сырный воин мимо меня пробежал с сырными щитами. Поднять свои сыры, так сказать, для того, чтобы победить! Давайте, мне нужно поскорее нафармить себе вторую банку, пожалуйста. 8000 хпшечек, это было бы просто шикарно. У меня, кстати, бравлер 11 уровня силы, а это означает, что я дознаю, что круто прокачан, так же, как и у других игроков, потому что здесь у всех баланс. Я вижу кошку, и что она, неужели? Неужели она пойдет в сторону моего куста? Нет, пожалуйста, только не это, только не это. Так, нет, 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 я буду сидеть здесь, и я думаю, настало время сейчас немного переместиться. Нет, буду выжидать до последней секунды. Буду просто стоять до последней секунды. Ладно, 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 ладно. Окей, стою здесь. Чувак, я не знаю, куда нам бежать. Что ты стреляешь? О, нет, о, нет, о, нет, о, нет! Так, твой мыши конец, судя по всему. О, божечки мой! Я убегаю в туман, я заманю тебя в туман. Давай, иди за мной. Ладно, мне, к сожалению, не удалось дожить до топ-1 мыши. Ну, ребятки, мы переходим с тобой в режим наблюдения. Давайте-ка посмотрим, где спряталась последняя мыша. Это у нас мышь под ником Эмварейкстаз, у которого две банки. Он спрятался на самом углу. Знаете, идеальное место. Эту точку карты никто еще не прочекал. О, нет, все, он спалился, судя по всему. И его сейчас уничтожают. И тут у нас остались одни коты. Сейчас у них будет битва не на жизнь, а на когтеточках. Как вам такая житеечка? Нет, здесь есть еще одна мышь, как я ее не заметил. Что-то там с китайскими или японскими символами. Офигеть, но топ-1 у нас занимает вот этот вот кот. Нет, не он, не он. Другой кот, если что. Извини, Эрхикс, мне придется тебя кикнуть. О, божечки мой, здесь есть карты Красти Крабса, как я их сразу не заметил. Подводный ринг, бургерный залив, медузия угодья. Я думаю, медузия угодья просто идеальная карта. Вот это будет немножечко сложнее. О, что за карта? Наконец-то я вернулся в бикини-ботом. Посмотрите-ка, три мыши против двух котов. Мне кажется, мне нужно было изначально ставить эту карту. Ну да ладно. Здесь мы не сможем фармить друг на друге ульту. Так, дружище, ломает у нас тут одну баночку. Напомню вам, что мыши могут собирать баночки. Хотя, наверное, было бы правильно не позволять им во время охоты собирать банки. Ну да ладно, смотрите-ка, у меня уже есть три баночки. Итак, я вижу кота, я вижу кота, я вижу кота. Я буду сейчас охотиться за ним. Чтобы стать сильнее, собираю кубки усиления из сундуков и забираю побежденных врагов. Большое спасибо за подсказку. Я уже столько лет играю в Бравл Старс. Мне это сейчас было крайне необходимо. Ну вы посмотрите, ну кит реально немного быстрее бегает. Вы заметили эту штуку, да? Блин, не достреливаю буквально миллиметрик. Опа, он ультанул и сразу побежал на другой конец карты. Кажется, он бежит сейчас к своему тиммейту. А его тиммейт, возможно, прячется вот в этом квадрате. Давай-ка мы его с тобой прочекаем сейчас аккуратненько. А, нашел! Нашел! Офигеть, он увернулся! И, о, божечки! Божечки! Так, Фокс выбыл. Интересно. А у него зареспавнится его тиммейт или нет? Просто я впервые играю в режим 3 на 3. Вот конкретно на этой карте. Поэтому было бы интересно посмотреть. Офигеть. Его тиммейт зареспавнился? Какого фига? Ладно, хорошо. Во время респавна мы сейчас первого, которого завалили, того и кикаем. К сожалению, Фокс уже прощается со всеми, а мы с вами нажимаем на кнопку выгнать. Я это специально говорю с таким акцентом, чтобы было еще больше устрашения. Кто же заберет топ-1? Чувак с китайскими символами? Миверстакс или Хайс Хэс? Ребята, сразу после этого я устрою следующую мини-игру, где мы будем играть в режим зомби с кошками и мышками. Там тоже будет дополнительный приз у победителя, поэтому не переключайтесь. Было бы круто сыграть на карте последняя четверка. У нас как раз осталось четверо, и карта называется последняя четверка. Вы просто посмотрите на нее, похоже на щупальца какого-то осьминога. Итак, я зареспавнился рядом с тремя банками, что очень и очень хорошо. Будет обидно, если меня сейчас убьют самым первым. Это будет прям максимально несправедливо, ведь я ведущий этой игры. Ой-ой-ой-ой, извини, дружище, случайно по тебе несколько раз ударил сразу три мыши в одном месте. Дайте мне кто-нибудь баночку, пожалуйста, заширьте ее. Ладно, хорошо, я побегу сейчас в самую дальнюю часть карты. Я точно знаю, что кот будет нас искать прямо возле банок. Знаете почему? Потому что это логично. Кот-то знает, что мы сейчас фармим себе баночки. И мне бы желательно еще бур себе нафармить, это было бы прямо очень круто. Дай-ка мне банку одну. Все, окей-окей, три мыши в одном месте. Дайте один раз вот так вот стукну. Спасибо за бур. Все, бур у меня есть. Отлично. Давай-давай-давай-давай. Ударь меня. О, нет! Нет! Я, пожалуй, сейчас перейду вот в эту часть карты и буду ждать. Буду ждать. Так, кажется, он убежал. Кажется, он убежал от нас. Ух ты! Ты! Я выбыл. А еще китайский персонаж выбыл. И даже не знаю, кого кикать. Ну, конечно же, я не выиграю сам у себя призы, ребята. Это же логично. К сожалению, нам приходится кикнуть китайского игрока. Очень жаль, дружище. Ты дошел почти что до финала. Я поставил карту Ветреная долина. Вы просто гляньте на нее, а? Что за лабиринт из кустов? Вы посмотрите на драму. Мы в финале. Да я сам в шоке. Рад за тебя. Кто бы не победил, я все равно рад, что мы в финале. Сейчас я буду охотиться за двумя последними игроками. Кого первого я найду, тому не повезло. Я сразу же вижу чувака, который рядом со мной заспавнился. Да капец, тебе не повезло, чувак. Ну, у него есть суперспособность на быстрое перемещение в кустах. И, надеюсь, она у меня тоже есть. Да, я немного быстрее перемещаюсь в кустах. Так, нашел первого, нашел второго. Даже не знаю, за кем погнаться. Но, по идее, чувак слева находится немного ближе ко мне. И у меня есть шансы попасть по нему. Блин, не достреливаю, не достреливаю совсем чуть-чуть. Так, погоди. Ну-ка, я тебе сказал, погоди. Остановись-то. Ладно, ладно, ладно. Я думаю, что сейчас было бы отличной стратегией просто спрятаться где-нибудь в кустах. И дождаться второго игрока, который подойдет для того, чтобы полутать баночки. И да, он уже находится немного ближе ко мне. Чувак, у тебя шесть банок. Офигеть, у него еще набитая ульта. Когда они успели друг на друге набить ульту? Я что-то не понимаю, судя по всему. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он сейчас будет использовать свою царапку. Блин, за мышь будет очень тяжело их догнать, ребята. Вы сами должны понимать, что я достаточно медленный. Он еще и невидимость использует. Вы представляете, какая наглость? Ну ты бы пощадил меня немного. Ты же видишь, какой я маленький. У меня маленькие ножки. Маленькие лапки, точнее. Да, у крысы ведь ножки же, правильно? Точнее, лапки. Какие нафиг ножки? Что, куриные ножки, да? Нет, никаких куриных ножек. Так, давай-ка мы с тобой поднимемся повыше. У этого чувака уже девять банок. Блин, у него есть все шансы на то, что я просто не смогу его вырубить. Опа! Вижу, 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 вижу. Так, они пытались добраться вот до этих баночек. Я сейчас сделаю вид, что побежал в эту сторону. А сам резко разворачиваюсь. И не попадаю. Блин, я выбрал самую худшую карту. Попал! Попал два раза. Дайте мне ульту, я просто всех разнесу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дай-ка мне один раз по тебе попасть. Хоть по кому-нибудь. Блински, чем я кидаюсь вообще? Это явно не камни. Это какой-то отстой. Это даже не катапульта. Опа! Кстати, катапульта. Как вам каламбурчик? Так. Используй бур. Давай! Понеслась! Ты не сможешь убежать от твоего бура, и я его вынес. Блин, это было так потно. У нас первое место занимает игрок с ником Ice Maze. И мы с вами приходим к следующей мини-игре Зомби против мышей. В следующей мини-игре мы будем играть в кота Мышиный вирус. Изначально у нас будет всего лишь один код, который будет охотиться за всеми мышами. Первая мышь, которую он ловит, присоединяется к его команде в следующей игре. Итак, пока не останется две мыши. Последняя мышь получит тысячу гемасов. А еще немножечко меняются правила. Теперь мыши не могут собирать банки. Могут собирать их только коты. И как вы, наверное, заметили, здесь абсолютно все мыши. Просто офигеть-офигешеньки. Ребята, вы когда-нибудь видели в одной катке столько бравлеров? Ну, мне кажется, что нет. Если вы, кстати, хотите видеть больше мини-игр по Бравл Старсу, обязательно поставьте лайкос под этим видосом. Было бы очень круто, если бы мы собрали под этим видосом, ну, хотя бы 50 тысяч лайков. Тогда я был бы прям супер доволен. Итак, сейчас нужно внимательно наблюдать за теми бойцами, которых будет уничтожать наш кот. Потому что первый боец, который выбывает, у нас сразу же становится котом. А именно тиммейтом нашего первого кота. И этот первый кот, кстати говоря, победитель в предыдущей мини-игре. Смотрите-ка, тут у нас Беляш вернулся, сидит в кустах такой. Пожалуйста, не поли меня, не бегай. Нам нужно выжидать до самого последнего момента. Просто сидеть здесь до талого в этих кустах. И самое главное... Ой-ой-ой, что-то мне это совершенно не нравится. Я на секунду испугался. Заставил меня немного напрячься. Я буду держаться к самому краю карты. Если что, я буду просто убегать в дым. Вот, буду сидеть прям до последнего. И смотрите-ка, Роллин! Роллин присоединяется к тиме котов! Окей-юшки, в следующей игре у нас уже будет целых два кота. Игра будет намного тяжелее. Но сейчас я чисто принципиально хочу дойти до топ-1. Потому что еще ни разу за все эти катки, за все эти челленджи, что я давал подписчикам, мне не удавалось дойти до топ-1, ребятки. Поэтому сейчас это мой коронный час! О, да, настал тот самый момент, когда я... Ой-ой-ой-ой, больно, минус 1300 хпшечек. Дым дал под сражщик. Офигеть, вы видели, у него 12 банок? Так, еще одного вынесли. Сразу двух забрали! Четырех, что ли? Что за фигня? О, май-гад! Я аж немножечко запотел. Хорошо, что он меня здесь не заметил! Так, осталось помимо меня еще три мыши. Это достаточно напряженно. Две мыши! Я уже вошел в топ-2. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Ааа, нет, нет, нет! Ааа! Офигеть, с 14 банками бегает. Ну все, тут у нас осталась последняя мышь. И это был как раз-таки беляш, который у нас вылетел в прошлой игре самым-самым первым. Потасовка в ракуоли, ребята. Так, смотрите, чувак поставил базу за место кита, потому что у него не оказалось кота, но будем думать, что это динозавр, который считает, что он кот. Неожиданно, неправда ли? Ай, больно. Ты чего меня ударил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дружище, это мы немножечко с тобой переборщили. Так, давай, я почти набил ульту, пожалуйста. Не бей меня. У меня очень мало здоровья. Сейчас было бы совершенно не круто, если бы меня вынесли. О нет, там динозавр! Готила! Сваливаем мыши! Ха, да, мы живучие мышки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, он активировал свою бурмашину. И он отвлек все внимание на себя. О нет, я за мир топ. Этого чувака вынесли самым первым. Он тоже становится котом. Офигеть. Так, хорошо, что я запомнил его никнейм, потому что бывает, что во время записи ты можешь немного приглядеть, кого там вынесли самым первым. Йоу, здесь два чувака на тачках. Ребят, пожалуйста, вот сейчас меня не нужно дамажить. Вот прям совсем не нужно меня дамажить. Это было бы не круто, если бы меня сейчас вынесли. Это было бы совершенно не круто, ведь мы сейчас с вами хорошо держимся. Самое главное, что нас не вынесли самыми первыми. Это огромный, огромный плюс. Так, бас, у которого целых 10 банок, там что-то бегает, что-то делает. Давайте-ка, я воспользуюсь своей тачкой. Не, Ролин меня вынес. Ай, занял топ-2. В натуре лев, смотрите, как двигается. Смотрите, как двигается у нас Хайзмэс, победитель прошлого челленджа на 2000 гемов. Смотрите, 8 банок, и что? Что-что-что-что? А, тут еще кого-то помимо меня вынесли, так что очень хорошо. Так, еще минус одна мышь. Беляша вынесли, и все. Они остались один-один. За кого вы болеете? Я болею за окошко-царапку. Хотя, возможно, возможно, тут база тащит. База тащил, но у него ХП было больше, и урона у него намного больше. Тут у нас уже целых 3 искателя, и осталось мышек не так уж и много. Знаете, мне нравится играть за роль, который прячется. Нет, 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 нет. Так, он меня почти догнал. Хорошо, что у меня есть экипировочка, которая позволяет мне сейчас достаточно далеко убежать. За счет кустов у меня появляется дополнительная скорость, это очень хорошо. Можно я тут один раз по вам ударю? Ой-ой-ой, там у чувака полторы тысячи ХП-шечек. А что он стоит на месте, он что заглючил, типа, или что? Блин, надеюсь, что он не заглючил. Ух ты! Нет, зачем? Нет, зачем ты его вынес? А, что это было только что? Что это нахрен было? Придется нам его кикнуть. Я вообще не понял, Мула, зачем тот чувак нас вырубил? Судя по всему, у него просто вылетела игра, поэтому мне пришлось его кикнуть. И мы сейчас переигрываем эту же игру, только без одной мыши. И от этого становится еще более крипово, знаете ли, честно вам скажу. Потому что мышей меньше, и значит больше шансов на то, что меня найдут первым! Ух ты, ё-моё! Только не булл, только не булл, только не булл, только не булл. Так, судя по всему, он будет меня преследовать. Так, я вижу сразу второго Була, и хорошо, что он не побежал в мою сторону. Мне удалось немножечко оторваться от этого. Это у нас Ролин, у которого тоже не оказалось кота. У целых двух игроков есть Мо, но нету кота. Что действительно странно, ведь Мо продается прямо сейчас за донат. А кит, его можно было выбить из стартовых вот этих вот наборчиков! Офигеть! Из призов старых, халявных, из мега ящиков! Нет! Нет! О, они меня не убили! Что за фигня? Почему они меня не вынесли? А вы не хотите меня вынести? Эй! Все, наконец-то! Ну это было сейчас нечестно, они просто перестали на меня обращать внимание. А это означает, что настало время выбрать себе бравлера кита. Теперь я буду играть за кота. Очень интересно понаблюдать, где сейчас прячутся другие мыши. Вот смотрите, одна спряталась на другом конце. Рядом с ней был кит, который ее искал. Так, вот эти сели на свои тачки и пытаются улепетывать. Как можно дальше? Смотрите, уехали! Просто нормально выдали. Так, 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 так. Вот здесь чувак с китайскими символами просто стоит у нас на углу карты. Я первый кот, поэтому я думаю, что им уже нет смысла беспокоиться. Тут у них просто начинается какой-то непонятный батл. Просто друг друга выносят сейчас. Еще одну мышь вынесли. Ой-ой-ой, вы посмотрите, насколько он близко к этому коту. И этот кот просто идет по его следам! Он его не запалил, он его не заметил! Что за фигня? Он его не заметил! Вот это да! Это просто чувак на удачу смог убежать. Я в шоке, если честно. А тут у нас и булл и кит сейчас. О, он смайлики грустные отправляет. Все, ему конец. О, его заметили. Со второго или третьего раза. Так, ну тут у нас кот побеждает булла однозначно. Хотя нет, может быть булл еще сможет немного подхилиться. Что? Он должен был забирать эту игру! Я присоединяюсь к команде котов. Пора собирать баночки, немножечко поцарапаться. Давненько я не играл за этого бравлера. По-моему, я его даже особо не прокачивал после его выхода. Не, ну как бы я его вкачал до 11 уровня силы, но банки на нем не фармил, сами понимаете. Самое главное это контент, ребятки! Напоминаю вам, что если мы с вами собираем 50 тысяч лайков, то сразу же у нас выходит следующая мини-игра с нашими подписчиками. И сейчас лайки прям крайне важны для ютубчика, особенно, поскольку его в последнее время прям совсем конкретненько замедляют. И так, я вынес первую мышь, судя по всему. Вы видали это, да? Чувака с китайскими символами мы вынесли. Где оставшиеся? Я думаю, что в правой нижней части карты. О, видали как поймал! А-ха-ха! Офигеть! Ну что ж, понеслась заруба у нас. Так, давай, прыгай на этого кота сейчас. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Он потратил свою ульту! Да, у тебя была всего одна возможность! Я вынесу этого пула! О, нет-нет, кто кого, кто кого сейчас заберет? Дай-ка я соберу девятую баночку. Помансую вокруг кактусика немного. Так, он подбирается поближе! Я уверен! Ультую! Все, забрал его! Топ-1! Я смог дожить до этого момента. У нас осталось три мыши этой китайской иероглифы. ММА и МВР. Что за странный никнейм? Дружище, объясни, пожалуйста, что бы это ни значило. Это звук мурлыкания кота? МР. Это тот самый кот, который подавился шерсти. Уп, чувака с китайскими символами сразу вынесли! Как? Где? Игра ведь только началась! Как ты мог слиться так быстро? Блин, я, честно говоря, в шоке. Я не понимаю, как чуваки так быстро сливаются. Не, ну можно было немного продержаться. Ну хотя бы еще секундочек 15. Было бы вообще замечательно. Здесь у нас кто? Ага, это кот. На секунду показалось, что это мышь. Но сейчас мыши будут держаться по окраинам. У нас осталось, кстати говоря, всего лишь два игрока. А это означает, что я нашел! Нашел первого. Так. И я его выношу. Все, последняя мышь. Там! Ха-ха! Напал! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вот она моя лакомная добыча! Ну что ж, погнали в сторону центра. Сейчас будем баттлиться со всеми игроками. Потому что мы вынесли абсолютно всех мышей. И давайте-ка на була сейчас напрыгну. Ха! Я ему сбил ульту. Заценили? Ай, блин, не стоило прыгать на була. У нас осталось время финала. У нас ММА и Муверстас выходят в финал. А это означает, что осталось всего лишь две мыши. И прямо сейчас они будут бороться до самого последнего. За тысячу гемасов. Кто-то один из них сможет забрать тысячу гемов, ребята. И я должен пойти сразу же искать этих мышей. Я не буду тратить время на фармбанок. Потому что даже двух банок мне сейчас будет вполне достаточно. Для того, чтобы кого-нибудь найти. Мне кажется, вот здесь 100% сейчас будет кто-то... Что? Вынесли его! Вынесли! ММА вынесли! Как это произошло? Офигеть! Его вырубили прям очень быстро. Что? У нас начинается батл, ребята. Ха-ха-ха! Ну все, ребята, понеслась! Ха-ха! Так, я вижу маленькую мини-мышку. Стас у нас побеждает! И он забирает у нас целых тысячу гемов. Я не понимаю, как так быстро игроки сливаются. Судя по всему, им просто не повезло со спавном. Ребята, это все рандом, это все удача. Кто-то другой мог оказаться на вашем месте. Поэтому не обижайтесь, если у вас не получилось победить. Так, мы остались с этим чуваком один на один. Ну сейчас ты, я его должен выиграть. Ха-ха-ха! Давай, давай, булл! Настало время нам с тобой сразиться. Опа! Не удалось его царапнуть, хоть бы один раз его вот так вот. Опа! Мы его зажимаем с вами в сторону угла, и он готовится использовать свою ульту. И я, кстати говоря, тоже. Я на низком старте, чтобы просто нажать на эту кнопочку и резко вырубить этого булла. Давай, батл против пози. Ты же этого ждал всю свою жизнь, да? Представляете, если это мой хейтер какой-нибудь. Да! Let's go! Победил булла. Ну что ж, ребята, большое вам спасибо за просмотр этого ролика. Если вы хотите поучаствовать, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании под этим видео. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Увидимся!